Мусора в Сочи становится больше с каждым днём. В прошлом году из города было вывезено 3 миллиона кубометров отходов. Правда, до транспортировки мусор периодически скапливался на разных площадках курорта. Сегодня полигоны очищены. К концу дня обещали опустошить и самый обсуждаемый мусорный полигон, что за авторынком. В Сахе кризис. Его финансовое оздоровление народные избранники будут обсуждать отдельно на следующей сессии городского собрания. Сегодня же комплексно рассмотрели другой выход из сложившейся ситуации, а именно работу регионального оператора организации «Чистый город», которая уже получила лицензию на сбор и транспортировку мусора. Много ещё бросового мусора, те, которые без заключения договоров. Показано, что около 7% у нас населения ещё не заключены договора, даже не заключены договора. Определённое количество юридических лиц, которые не заключили договора. Согласно той же генеральной схеме, которая есть, действующая, существующая, для этого население должно заключать отдельный договор с САХом, либо с другой компанией, которая должна вывести этот строительный мусор. А он оказывается у нас на контейнере. Договора на одну сумму, а объём мусора другой. Поэтому здесь просто наведение порядка. И вот раздельный, кстати, сбор мусора, он как раз и поможет нам решить эту проблему. К раздельному сбору мусора в Сочи приступят в 2020 году. Региональный же оператор транспортировкой мусора за пределы города займётся в четвёртом квартале этого года. Проблемой номер один мусор в Сочи стал в том числе по причине отсутствия на курорте финальной точки и конечной остановки, подчёркивают депутаты. Утилизировать отходы можно лишь на заводе. Сегодня такая возможность появилась. Депутат Госдумы от города Сочи Константин Затолин стал инициатором того, чтобы одним из пяти городов, в которых правительство страны планирует строить мусороперерабатывающие заводы, стал Сочи. Идея одобрена президентом, подчёркивает депутат. Правда, такое решение взбудоражило сочинцев, особенно жителей посёлка Верхнее Буу Лазаревского района. Изначально именно там нашли нужную площадку для строительства. Сейчас же в проектном плане рассматривается восемь участков. Цена вопроса – это 23 миллиарда рублей. Стоимость этого завода производительностью 450 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов в год. Насколько я понимаю, на сегодняшний день город Сочи производит примерно 350 тысяч тонн отходов. Хотя вы считаете в кубометрах, но вот если в тоннах говорить. Примерно так. То есть речь идёт о том, что завод, который будет построен, будет работать на перспективу. При этом условием этого проекта является не увеличение тарифа с населением. Что касается беспокойства горожан по поводу загрязнения атмосферы, то они беспочвенно, отмечает Затулин. Проект, который будут строить по программе «Зелёный тариф» – экологически чистый. В Париже такой завод стоит рядом с Эйфлевой башней. В Вене он стоит в центре города. И там расположен популярный ресторан, кафе, туда приходят люди. Там живут какие-то редкие животные специально, чтобы показать, как у нас всё здесь экологически безопасно. Это совсем иной уровень технологий. Ещё раз хочу заметить, что это решение дважды докладывалось президенту Российской Федерации. Можно сказать, что после того, как президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сыграл такую ключевую роль в своё время в судьбе города Сочи, добившись проведения здесь Сочинской Олимпиады, это второе по объёму решение, которое им принимается в пользу Сочи и сочинцам. Заседание комиссии, на котором будет принято решение о строительстве мусорного завода в Сочи, состоится в правительстве страны на следующей неделе. Сочинские же депутаты сегодня приняли решение о создании своей комиссии по ЖКХ, которая будет контролировать процесс на местах. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.